Здравствуйте, уважаемые зрители, это снова я, это Криптспа, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И как мы видим, рынок зафиксировал маленькое изменение за последние 24 часа. Биткоин торгуется выше психологического уровня в 50 тысяч долларов за одну цифровую монету, Ethereum выше психологического уровня в 4 тысячи долларов за одну цифровую монету. И в целом, если посмотреть на графики ведущих криптовалют, видно, что они находятся в зеленой территории. То есть, я могу сказать, что мне кажется, что рынок пытается сформировать дно, может быть попозже начнется и разворот, точнее, после коррекции начнется разворот и возобновится восходящий тренд. Но для начала, мне кажется, что мы формируем дно. Однако, я хочу сказать, сегодня графики не буду анализировать детально. Завтра, как всегда, с понедельника мы начинаем анализировать биткоин. И, соответственно, мы посмотрим, что там есть, есть ли сигналы на покупку. Хотя, я хочу сказать, что вчера я отметил на графике биткоина, я сделал такой внеочередной обновленный анализ по биткоину. То есть, там показал одну бычью потенциальную формацию. Давайте посмотрим на недельном тайме времени, если она завтра зафиксируется. Поэтому, с завтрашнего дня снова начинаем по графикам проводить технический анализ. Сегодня озвучиваю некоторые известные или интересные, полезные события, новости, которые происходили на этой неделе в криптовалютном мире. Итак, переходим к первой новости. Итак, согласно Decrypt, тут есть такая статья, что президент Турции, практически они разрабатывают криптовалютный закон. И его передадут в парламент для голосования, для одобрения или отмены и так далее. То есть, я думаю, что это серьезное событие. Объясняю, почему. Во-первых, в Турции практически на данный момент турецкая лира достаточно нестабильна на фоне разных макроэкономических и внутренних дел. Может быть, я не знаю сейчас в деталях, как там развивается ситуация, но хочу сказать, если смотреть на график турецкой лиры, он достаточно волатилен. Соответственно, многие люди в Турции, и даже согласно этой статье, которые до 40 лет, они покупают криптовалюты, стейблкоины и так далее. Более взрослое население, оно идет в обменники, покупает евро, доллары, золото также. Каждый по-своему, чтобы оберечь себя от волатильности турецкой лиры. То есть, и на самом деле этот процесс не только что сейчас происходит, он уже давно происходит. Я хочу сказать, что по многим статистикам разных источников, в разных источниках, Турция среди лидеров по внедрению криптовалют, то есть по применению, давайте так скажем, криптовалют среди населения. Соответственно, там очень много людей, практически уровень внедрения или применения криптовалют достаточно высокий. И соответственно, согласно этой статье, тот закон, который разрабатывается, не будет запрещать криптовалюты. То есть, пока еще не ясно, как там будет развиваться ситуация, но предполагается, что государство просто начнет регулировать криптовалюты, но о запрете речь не будет идти. То есть, ну и конечно, Турция сказана, что они не собираются перейти на криптовалюты, вот как, например, сделали El Salvador. Но я считаю, что это позитивно, потому что очень много людей практически в Турции пользуются криптовалютами. Турция среди стран, в которых практически очень высокий или один из самых высоких уровень внедрения или применения криптовалют. Так что это позитивно. Давайте будем надеяться, что там все будет развиваться хорошо. Я хочу сказать, что мне бы хотелось, чтобы ближайшие несколько лет все больше и больше стран практически начали внедрять более такие, как называются, криптодружественные законы, регулирование и так далее. То есть, это первое, что я хотел бы упомянуть. Следующее. Переходим к Uniswap. Итак, что такое Uniswap? Ну, мы знаем, это самый большой DEX, децентрализованный exchange, децентрализованная биржа. Соответственно, даже по уровню капитализации, согласно трейдинге, она на 28 месте, капитализация 7 миллиардов и 615 миллионов и так далее. То есть, это самый большой DEX или децентрализованная биржа. Почему сегодня хочу коротко об этом поговорить? Ну, может быть, вы уже им пользуетесь. Здесь можно практически обменивать токены. Но самое интересное, что уже несколько дней назад, может быть, 3 или 4 дня, если здесь кликнуть, мы можем поменять сеть Ethereum на Polygon. То есть, это Matic, токен Matic у этой сети. Polygon практически уже 14-я по рыночной капитализации экосистемы. Хороший рост на 20% за последние 7 дней. 18,5, грубо говоря, миллиардов капитализация Polygon. За этим Crypto.com. Итак, возвращаемся к Uniswap. Здесь практически можно уже... То есть, получается, что Uniswap синтегрировали и Polygon. Соответственно, вот другой интерфейс, Uniswap. Если здесь кликнуть и поменять Ethereum на Polygon, можно посмотреть, что здесь ликвидность на данный момент 26 миллионов. Конечно, по сравнению с Ethereum это маленькая сумма. Если Ethereum здесь 4 миллиарда и 320 миллионов, то это, ну сколько, в 100 раз получается практически, или там даже 150-200 раз меньше. Но это только что, это начало. Конечно, тут число токенов достаточно маленькое. Также вот эти pools, которые есть, они достаточно ограниченные. Но это начало. И с какой целью я это озвучиваю? Вы знаете, это говорит о том, что конкуренция у Ethereum увеличивается. Здесь уже не только Ethereum, но Polygon. И Uniswap, он всегда связывался с Ethereum. А сейчас получается, что они начинают интегрировать и другие экосистемы, платформы для смарт-контрактов. И это может быть самое-самое начало. Я предполагаю, что если проблема масштабирования будет давить на Ethereum, и если там транзакции, их комиссии будут достаточно высокими, мы здесь со временем не только Polygon увидим, но и здесь появится и может быть Binance Smart Chain, и другие, и Crypto.com, и Avalanche. Не знаю, просто я хочу сказать, что это начало того процесса, когда мы видим, что платформы для смарт-контрактов и экосистемы развиваются. Конкуренция у Ethereum увеличивается. Вот, например, здесь, если сейчас посмотреть на рэнкинг. В топ-10, ну, конечно, мы знаем, что здесь Binance Smart Chain, мы знаем Solana, мы знаем Cardano. Но уже в топ-10 зашла и Terra, Taken Luna, Polkadot, он в последние несколько месяцев всегда был в топ-10. Вот уже Avalanche пытается зайти в топ-10, здесь Polygon, Crypto.com и так далее. Я хочу сказать, что это говорит, что в топ-20 очень много практически уже конкурентов Ethereum. Я не знаю, как они будут развиваться, сохранятся ли они здесь в топ-10, останутся ли, кто останется, кто не останется. Но мне кажется, что это уже яркий сигнал, говорящий о том, что конкуренция у Ethereum увеличивается. И я не буду удивлен, если в ближайшие 3-4 или 5 лет Ethereum вытеснят, и другая экосистема для смарт-контрактов или другие экосистемы выровнятся с Ethereum по раношной капитализации, или его вытеснят, если так будет развиваться ситуация. Так что здесь нужно быть на чеку. Следующее, по поводу, в связи с этим, я хочу озвучить и другие новости. Вот, например, Crypto.com, сразу после Polygon, тоже практически превращается в систему для, или экосистему для смарт-контрактов. Итак, у них недавно была запущена собственная сеть Kronos. Ранее это был полностью ERC-20 токен. И с какой целью я это озвучил? Ну вот здесь видно. А мы запускаем практически, вот и вывод токена Super через Polygon и Binance Smart Chain. То есть это альтернативы Ethereum. То есть мы понимаем, что это говорит о том, что внедрение и вообще вот эти use cases, как называется, применение альтернатив Ethereum увеличивается. Вот этот токен уже можно практически выводить через Polygon и через Binance Smart Chain. Следующее, линк, чейн линк. Здесь они запускают бот и вывод средств уже через собственную сеть Kronos, которая является сетью Crypto.com. То есть, ну я хочу сказать, вот у них тоже начинает развиваться их сеть. Следующее, руны через Binance Smart Chain. Известный токен. Здесь супер через Polygon. Ну мы это видели, линк видели. Следующее, идем вверх. Ежедневно. Вот смотрите, Stablecoin, USDC, вот и вывод средств через сеть Avalanche. Вот она практически, AVAX. Но это все говорит, что это яркие примеры того, что конкуренты Ethereum начинают развиваться. Они начинают практически с каждым днем откусывать от рыночной доли практически Ethereum. То есть, безусловно, это примеры того, что конкуренция Ethereum повышается. Следующее, здесь Kronos Engine, вот уже это снова сеть Kronos, которая практически является сетью самого Crypto.com. Здесь то же самое. Я хочу сказать, что ежедневно выходят такие новости. Это не только практически у Crypto.com, но и у, вот я показал Uniswap, кликаем здесь, меняем Ethereum на Polygon. Соответственно, друзья, нужно следить за этими событиями. Если кто-то там Bitcoin максималист, его интересует только Ethereum, то есть Bitcoin, понятно. Но если кто-то в целом интересуется о криптовалютном рынке, он, безусловно, отслеживает Ethereum. И отслеживая Ethereum, несмотря на те процессы, которые около Ethereum происходят, вот то, что конкуренция увеличивается. Но нужно за этим следить, безусловно, потому что, еще раз, если у Ethereum проблема масштабирования не решится, я предполагаю, что конкуренты Ethereum будут набирать у обороты и спокойно через 3-4-5 лет они могут вытеснить Ethereum. Итак, друзья, на самом деле у меня на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Поделитесь вашим взглядом на эту тему в качестве комментариев ниже этого видео. Я вам, конечно, желаю отличного дня, удачи на финансовых рынках, здоровья на первом месте и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был AdCrip Spa.